Во второй соревновательный день этапа Кубка Мира по фехтованию среди юниоров в Сочи география турнира пополнилась представителями сразу из трех экзотических стран. На дорожку вышли венесуэлец Хосе Эскобар, аргентинец Стефано Лукетти и второй номер мирового рейтинга, участник Олимпиады в Рио, тунисец Форес Ферджани. С последним приключилась неприятная история в аэропорту. Я летел тремя самолетами, и на какой-то из пересадок мой багаж вместе с моими саблями и вообще всей копировкой был утерян. Несмотря на это, тунисец все-таки смог принять участие в турнире. Фехтовальными штанами его экипировал Египет, а страна-организатор поделилась сабельной курткой с гордой фамилией Андреев. Ну, а те, кто носит русские фамилии еще и в паспорте, успешно отфехтовали на групповом этапе. Среди них и Константин Лоханов, который по результатам пульки отжеребился под первым номером. Один бой я чуть не проиграл, было сложно с поляком, а с остальными вроде все уверенно. Но сложно фехтовать всем сейчас, потому что 20 русских человек участвуют, а с русскими всегда тяжелее фехтовать между собой. Удачное выступление в группах сыграло злую шутку с российскими спортсменами. В боях на выбывание многим пришлось фехтовать против соотечественников. Особенно не повезло Андрею Гладкову, которому по ходу турнира пришлось встретиться аж с четырьмя российскими саблистами. Последним был финал против Лоханова, в котором Андрей одержал победу в один укол, отставая на протяжении всего поединка. Бой постоянно менялся, и в какой-то момент я просто себя останавливал и прокручивал определенные слова, которые помогают мне вплести себя в тонус. А какие слова, если не секрет? Очень важно мне сейчас проиграть. Вот эта фраза дает мне понять, что не надо. Нет. Третьими стали японец Юта Ватанаба и тунисец Форес Ферджани. Таким образом наши юниоры повторили достижения саблисток, завоевав золотую и серебряную медали.